Я хотел бы от лица делегации Киева и Киевской области приветствовать эту благословенную всеукраинскую конференцию Слава Иисусу Христу! Я хотел бы вместе с вами выслушать, прочитать и выслушать Божье Слово, которое записано в книге Второзакония в 5 главе, 11 стихом. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Сижу я в офисе, зазвонил телефон у одной сотрудницы. И она берет трубочку и говорит, слушаю, Господи. И она поговорила, я потом обращаюсь к ней, говорю, Алена, слушай, дай мне этот номер телефона. А она говорит, зачем вам? Это телефон моей мамы, он вам бесполезен, зачем вам этот телефон? А я думал, что ты с Господом разговаривала. Потому что когда у тебя зазвонил телефон, ты сказала, слушаю, Господи. И я бы не против тоже иметь такую прямую связь с Господом Иисусом Христом. Она, естественно, засмущалась, а потом я на основании священного писания объяснил, почему я это ей все говорил. И в нашей жизни бывает так, что мы не замечаем, что мы говорим. Господи, зачем ты сюда пришел? Господи, как ты мне надоел? Господи, иди отсюда. Господи, иди туда. И это постоянно есть в устах не только этого мира, но и христиан. Я лично это проследил в жизни своей. И очень большая ответственность, потому что далее полустейшая следующего стиха говорит о том, что не останется без наказания всякий, кто произносит имени Господнего напрасно. Но, братья и сестры, сегодня мы имеем уникальную возможность. Сегодня мы имеем прекраснейшую возможность. Не напрасно, но во благо себе. Вы слышите? Произносить на этом месте святое имя Божье, как и сказал Христос. Когда молитесь, говорите так, Отче наш, да святится имя Твое. Мы сегодня святим имя Божье. Я думаю, что каждый, который святит имя Божье, не останется без благословения. Божье благословение придет в жизнь этого человека. Слава Иисусу Христу! Да будет имя сегодня благословенно. А нам нужно контролировать свои уста, потому что даже народная мудрость говорит, смотри, язык находится в мокром месте, может подскользнуться. Да поможет нам всем Господь, братья и сестры. Давайте мы сейчас дадим возможность нашему языку, нашему сердцу, нашей душе прославить святое имя Божье и просить, чтобы святое имя Божье благословило нас Духом Святым и Словом Жизни. После этой молитвы нам будет всем служить в нашей конференции благословенный молодежный Ровенский Хор. Молимся. Господи, я с народом Твоим, Боже, благодарю Тебя за Твою великую милость и любовь, Иисус. Благодарю Тебя, что я могу стоять сейчас пред Тобой и славить имя Твое святое, Господи. Я не жду того момента, о котором написано, что пред Тобою преклонится всякое колено земных, небесных и происходных пред именем Твоим. Господь, мое сердце и моя душа, вместе с народом Твоим, с церковью Твоею, уже сейчас преклонилилась пред славой Твоим, пред величеством Твоим, Божием. И сердце моё восторгается в Тебе, Богу живому. И Иисус не устанавливает, а не Его под молча. Мы восстанавливаем сейчас имя Твое святое, Твое святое, Иисусу, Господи. Я буду имя Твое святое благослови, а на этом месте в этой конференции. Я буду именем Твоему святое слава, честь, как была Аллилуйя Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты собрал нас, как собирают танцов, тисам от крылья Суи, чтобы собрать на землю и тирканье Своего, Господи, Духом благодати Твоей, Божием. И я верю, что на этом месте всякий лёд, он уйдёт в сердец народа Твоего, Господь. И будет та весна, о которой написано, славя Твоём, Аллилуйя Тебе, Господь, что цветы расцветают, деревья расцветают, голос горлицы слышат. И время пения настало, и пусть сегодня молодёжь поёт, пусть сегодня святые поют. Ибо написано, что праведным прилично слава словить, Господи, пусть каждое сердце, каждая душа благословляет Твоё святое имя. Ибо Ты достоин этой славы, хвалы и чести. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе за этот прекрасный день, за эту уникальную возможность в церкви Твоей быть на этом месте, Господь, искать славы Твоей леса Твоего. Да будешь Ты прославлен и возвеличен ещё и ещё на этом месте. Тебе проножить вся слава, хвала и честь на сегодня Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Корпоёт псалом. Тебе проножить вся слава, хвала и честь на сегодняшний день, Слава Богу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господа Иисусу Христу, братья и сестры, как приятно и как сладостно быть в общении с Господом. И автор сказал, хотя бы при пороге храма Твоего, Господи, но быть всегда с Тобою. Песни песней написано. Сегодня хочу я эти слова обратить к нам, чтобы каждый отреагировал на это слово. Написано, голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо свое, дай мне слышать голос твой, ибо лицо твое приятно и голос твой сладок. Слава нашему Иисусу, дорогая церковь, дорогая славная молодежь, Господь желает слышать голос нас сегодня. Он желает видеть искреннее наше сердце, Он желает видеть просвещенные наши лица, возрожденные от Божьей благодати, от силы Духа Святого. Перед нами жизнь, мы вчера видели наших братьев и сестер-старцев, которые прошли тяжкие времена, которые прошли испытания, прошли узы, и мы видим, они радуются жизнью, благодаря Господа. Мы молодые, мы не застали этого, как должны мы ценить этим временем, что мы имеем такие большие служения, и Господь среди нас. Слава Иисусу, пусть наше сердце переполняется Божьей благодатью и обильной славою. И сейчас хор поет, славная церковь, бедная, бросаемая бурой, но пришло время, она стала славной и вводимой силой Духа Святого. Бедная, бросаемая бурею, церковь, голубица, ты моя. Славная церковь, славная церковь, славная церковь, небеса моя. В силе великой, славе небесной, ты будешь явлена в мире всем зла. Славная церковь, славная церковь, славная церковь, небеса моя. В силе великой, славная церковь, славная церковь, славная церковь, славная церковь, небеса моя. И сапфир разделаю основу, ворота все будут, пишем чужим, драгоценным камнем окражу. Славная церковь, славная церковь, славная церковь, славная церковь, небеса моя. В силе великой, славная церковь, славная церковь, славная церковь, славная церковь, небеса моя. В силе великой, славная церковь, славная церковь, славная церковь, небеса моя. Ты будешь явлена в мире всем зла. Многие восстанут на тебя, мыслять или сделать много зла. Будь тверда верна, неустрашима Помни, что моя эта война Славная церковь, славная церковь Славная церковь, небеса моя В силе великой, славе небесной Ты будешь явным в мире всем зла Славная церковь, славная церковь Славная церковь, небеса моя В силе великой, славе небесной Ты будешь явным в мире всем зла От имени Молодежного Совета Христиан Веры Евангельской Мы благодарны этому благословенному Ровенскому Молодежному Хору За это прекрасное и величественное Служение Для каждого из нас на память Место и священное писание Которое записано в пророке Исаии И возрастятся искупленные Господом на Сион С пением и ликованием Пронесите это величественное Славное служение Через всю жизнь И восторжествуйте в небесном Хоре для прославления Святого имени Господнего Мы дальше работаем Работаем над сердцем своим И над душой своей Насыщаемся Святым Божиим присутствуем На этом месте И в 149-м салме написано о том Что сегодня происходит На этой благословенной Виненской земле В этом благословенном Богом зале Написано так с первого стиха Пойте Господу песню новую Хвала ему в собрании святых Да веселится Израиль О создателе своем Сыны Сиона Да радуется о царе своем Да хвалят имя его С ликами на тимпанах и гуслях Да поют ему И благоволит Господь народу своему Прославляет смеленных спасением Да торжествуют святые во славе Да радуются на ложах своих Да будут славословия Бога В устах их И меч обоюдоострый В руке их Да будет меч обоюдоострый В руке их Я хотел бы пригласить Сюда на это место Ответственного евангелиста Брата Николая Под Днепропетровской области Он будет делиться Словом Божиим И затем Будет говорить благословенный брат Наш старший служитель Брат Василий Денисюк Будет обращать Иметь обращение к молодежи И после этого Мы опять благословим Святое имя В молитве нашей Будем молиться Слава Богу Братья и сестры Слава Богу Что на этом месте Так много молодежи Я к большому сожалению Когда был молодым Я такие места не посещал У меня была совсем другая жизнь Но Господь меня в 40 лет призвал И вот уже 18 лет Я самый счастливый человек на земле По той причине Что в мою жизнь пришел Христос Слава нашему Богу Сегодня мы празднуем Такой прекрасный юбилей 90 лет Вот со дня высадки Этого евангельского десанта И Иван Ефимович Варонаев Это прежде всего Для меня это имя дорого Ну потому что я евангелист Несу евангельское служение Служение евангелиста И Этот человек Он для меня является примером И все последующие братья Которые Слава нашему Богу Еще Некоторые из них присутствуют Здесь на этом месте Это наши с вами учителя И здесь на этом месте Решаются наши проблемы Прошлое Настоящее И будущее Если мы очень внимательны На этом месте Это решается Я Хотел бы Так может быть Несколько слов Сказать Что И Виктор Иванович Белых В моей жизни Поучаствовал И Георгий Ирсеньевич Бабий И Петр Николаевич Новорок И Василий Степанович Денисюк И Многие братья Служители Которые Здесь живут На Украине И в Донецке И в Луганске И в Виннице И в Одессе Я благодарен вам Всем Что я попал В эту Божью семью И я чувствую себя Своим Среди вас Слава нашему Богу Я читаю такое место Священного Писания Это послание к Тимофею Второе послание к Тимофею Первая глава 6 по 10 стих По сей причине Напоминаю тебе Возгревать Дар Божий Который в тебе Через мое рукоположение Ибо дал нам Бог Духа Небоязни Насилы И любви И целомудрия Итак Не стыдись Свидетельства Господа Нашего Иисуса Христа Не меня Узника Его Но страдай С благовестием Христовым Силою Бога Спасшего нас И призвавшего Званием святым Не по делам нашим Но по своему Изволению И благодати Данной нам Во Христе Иисусе Прежде вековых времен Открывшийся же Ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа Разрушившего смерть И явившего жизнь И нетление Через благовестие Слава нашему Богу На то время Бывшая царская Россия Якобы такая Христианская И в кавычках Святая Это была тьма Полная Неверия И невежество В принципах Евангелия И в Слове Божьем И вот В эту тьму Буквально Которая покрыла Эту территорию Хотя И разговоры шли О том Что и были Некоторые личности Которые Были Те Которые поклонялись Богу Исповедовали имя Иисуса Христа Но Как время показало И история Говорит о том Что на такой Огромной территории Где якобы Чтили Бога Сказали вдруг Однажды Нету Бога Нету Бога Нету мира Нету Бога Нету спасения Нету Бога Нету милосердия Нету жалости Нету сострадания И то что люди Исповедовали Это пришло На эту огромную территорию Но Бог Умилосердился Над нашей страной И Он послал Этот луч света И Воронаев И его сотрудники Труженики Вместе с Ним Принесли этот свет Христов На эту территорию Слава Нашему Богу Братья подхватили Эти огоньки И невзирая на то Что бы ни случилось В ихней жизни Они Несли это Слово Божье Несли этот свет Евангелия И люди это видели И однажды Это увидел я И Бог коснулся меня И Бог спас меня И мой дом И мою семью Слава нашему Богу И вот Знаете Буквально Ну как бы То время далекое Вот братья Свидетельствуют Но оно все равно Время другое Для нас сегодня Время другое И казалось бы Ну может быть Что-то изменилось Ну может быть Что-то уже не так Ну вот знаете Появилась как бы Такая культура И войны нету И армии в нашей стране нету Может быть Уже все как бы хорошо Но я хочу сказать Что Многие из вас Трудятся Работают за рекламой По ту сторону Той хорошей Пресловутой жизни Которую сегодня Предлагает этот мир И мы с вами Вместе Со многими Посещаем Колонии Тюрьмы Детские приюты Мы посещаем Тубдиспансеры Вендиспансеры И мы видим В каком положении Сегодня Эта страна И этот мир Который нас окружает Все Вокруг Смерть Все Вокруг Нас Смерть И Слово Божье Говорит Я прочитал Что и Открывшийся же Ныне Явлением Спасителя Нашего Иисуса Христа Разрушившего Смерть И явившего Жизнь И нетление Через благовестие Я находился В смерти Многие Сегодня Находятся В смерти И это Слово Вечное Слово Христа Касаясь Сердца Человека Оно Его Оживляет Слава Нашему Богу Я буквально Свежие Факты Такие Больше Может быть Примеров Свидетельств Таких И С нашего Поселка Мы Я живу В поселке Радушный Под Кривым Рогом Это Пригород Кривого Рога И Семья Которая Неблагополучная Семья Которая Посещала Молитвенный Дом Немного Детки Ходили В воскресную Школу Они Все Отошли И Буквально Эта Семья Неблагополучная Она Погибает И Одна Сестричка Наша Которая Живет С ними По соседству В одном Подъезде Она Говорит Так и так Ваня Печорин Его забрали В тубдиспансер И Давайте Помолимся Я вижу Она так Переживает И Я так Как бы В сердце Положил Говорю Господи Помоги Как-то Его посетить Вы знаете Я встретил Его Сестру Старшую Она Сказала Его телефон И Я дал Свой телефон Он мне Позвонил Я приехал В тубдиспансер Седьмая Подстанция В Крым Врагу Ваня Болен Двумя болезнями Вилка Это Цирроз печени И туберкулез Невозможно Лечить Туберкулез Потому что Цирроз печени Невозможно Лечить Цирроз печени Потому что Туберкулез Мы зашли К Врачу Начальнику отделения Этого Туберкулезного И он сказал Говорит В общем-то Жизнь Его закончилась Он еще живет За счет Молодости Что у него Крепкое сердце Он Умрет Бесполезно Ему ничто Не поможет И Мы попросились Пройти туда К нему Он даже Не был в палате В коридорчике Тесный такой коридор Через который Постоянно проходили Люди разные Очень трудно было Говорить там Вы знаете Когда мы Зашли к нему То просто Вот как бы Внутри у меня Все растаяло Мне нечего было Ему говорить Знаете У меня как бы Жизненный опыт И Я много видел в жизни Уже 18 лет Я тружусь Этим трудом И всегда Мне находилось Что-то человеку сказать А здесь как бы Нечего сказать Такая пустота Вроде бы слова Такие как бы Ну ненастоящие И Знаете Я мало Помал Так просто взмолился Господи Помоги Что можно здесь сделать И мы помолились Помолились Оставили какие-то продукты Ушли оттуда Через сутки Мы опять пришли Туда приехали Опять зашли к нему Опять помолились Вот У него опухшие ноги Он в положении Сидя Уже третью неделю Вот он не может лечь Потому что Слишком больно В общем Такое тяжелое Состояние человека Я ему объяснял Говорю Ваня Причиной являешься ты Ты жил в грехах Это последствия всего того Но есть Христос Есть спасение Вы знаете Вот Мало по малу Потом третий раз приехали Потом Приехал еще с нами Брат Вася Гадун Служитель Вот Мы пытались его Как-то вот К исповеданию Он не понимает этого Вот И вот когда пришел Брат Вася Гадун Знаете Что-то произошло Он начал говорить Называть свои грехи Он просветлел Через сутки К нему пришли врачи Перевели его в другую палату Перебинтовали ноги Стали ставить капельницы Пошла жизнь Слава нашему Богу Мы носители этой вечной жизни Мы являемся Богатством Иисуса Христа И мы носим это богатство И мы можем поделиться С этими людьми Которые сегодня В настоящее время Они просто погибают И все К чему бы они ни приходили Оно не принесет им благословения Оно не принесет им удовольствия Та царская Россия Которая называла себя святой Она не имела благословения Потому что она имитировала христианство Она имитировала Как бы близость с Богом Но этого не было Жить с Богом Можно только по-настоящему И отец моей жены Человек Который и воевал И сидел в тюрьме И прожил такую жизнь И он уже ушел в вечность Но он был на наших служениях Он видел Евангелизационное собрание И он так послушал Посмотрел И он сделал свой вывод Он говорит Если бы у коммунистов Были такие агитаторы Они бы были до сих пор Но коммунисты обманывали Они не верили в то Что они говорили А мы верим Мы этим живем Мы этим наполнены Слава нашему Богу И знаете Я просто себя не представляю Ни свою семью Ни своих детей Если я не буду трудиться Для Бога Это меня окреляет Это меня вдохновляет Это дает мне счастье Заботиться о других людях Я просто этим живу И я счастлив в этом Я хочу сказать Что уже второй день Идет тема такая Благословения И я тоже как бы С криворога Ну готовил Сказать вам О благословении С Одессы позвонил Один брат И говорит Николай Я хотел бы Чтобы ты сказал Что-то о благословении Он начал мне говорить О том Что двое детей Его Которые Не послушались Его Верующего Отца Верующие дети Они вышли замуж Женились Но на сегодняшний день Прошло какое-то время Вроде бы было Знаете Все благоприятно Сегодня эти семьи Разваливаются Сегодня проблемы И он говорит Скажи Молодежи Что без благословения Ничего делать не надо И я читаю Еще одно место Которое говорит нам Светхого Завета Оно Знаете Так мне близко Я хотел бы Чтобы оно полюбилось Вам Это слово Оно пришло к вам И жило в вашей жизни Это 29 глава Книга Иова 12-13 стих Потому что я спасал Страдальца Вопиющего И сироту Беспомощного Благословение Погибавшего Приходило на меня И сердцу вдовы Доставлял я Радость Что такое Благословение Погибавшего И вот мы Трудимся в Маринском 50 километров От Радушной От Криворога И там покаялась Одна женщина У нее ребенок Лет 8-9 Эта женщина Родилась В неблагополучной Семье Там где постоянно Пьянка и гулянка Она была изнасилована В 12 лет И она вот этой Беспорядочной жизнью Практически жила До 30 лет И вот в 30 лет С этим ребенком Она пришла в молитвенный дом Запуганная Побитая Вся израненная Духовно Физически И вот она говорит Есть ли для меня Какой-то Ну помощь Прощение Вот я не могу так жить Я не могу с этого выйти Помогите мне И мы за нее молились И Она уходила снова На эту квартиру Где ее обижали Где никто не спрашивал Что она хочет Или не хочет И вот она Прожила буквально Вот 30 лет В такой жизни И мы решили Что-то нужно сделать Ее как-то нужно Извлечь оттуда Я поговорил С Володей Это Украинка Тоже недалеко Возле Кроворога Он там служителем Я говорю Володя Может быть есть какая-то Сестричка Которая смогла бы ее принять С этим мальчиком И ну друг другу Как бы помогли И Володя говорит Есть такая сестра Но когда привезли мы Наташу С этим мальчиком У сестры приехали Родственники Дети Она говорит Я не могу ее принять Володя У которого двое старших детей И трое меньших Он принял эту Наташу И Оля Жена Володи говорит Что Ты знаешь Николай Что бы я ей не сказала Что бы не заставила Или попросила ее сделать Она ничего не умеет Она не умеет готовить кушать Она не умеет почистить картошку Она не умеет цапать Она не умеет ничего Буквально Она выросла в такой среде И говорит Мы уже с этим смирились Но у нее ВИЧ Она больна И началась температура до 40 И ее отправили в Кривой Рог Отправили в Кривой Рог И Оля с Володей Не смогли ее сразу посетить Были на то причины свои И потом звонит врач И говорит Какой вы отец и мать Что вы не посещаете свою дочь И буквально через 3 дня Они поехали к ней У Оли с Перевой больные ноги Она буквально полчаса 20 минут Утром разрабатывает с тем Чтобы знаете как в деревне Заниматься сельским хозяйством Детками, воспитанием и прочее Диагноз такой Что он практически не лечится Вы все это знаете И вот говорит Оля Я приехала с Володей в больницу И она встретила нас Она еще ходила И говорит Вы меня простите Я сказала врачу Что вы мой Отец и мать И она говорит А еще в апостоловском детском доме Есть моя дочь Она чуть меньше Ей всего 6 или 5 лет Я прошу так же Чтобы вы ее посещали И еще говорит Тетя Оля Я знаю как у вас болят ноги И я просила Бога И я молила Чтобы Бог исцелил вас И говорит Вдруг я поняла Я 3 или 4 дня Я их просто не чувствую Они у меня здоровы Слава нашему Богу Благословение погибавшего Пришло на эту семью Знаете я буквально недавно Мы были там на евангелизации В этом селе И братья мне дали денежки Чтобы я дал Володе На этих деток И я был в их семье Мы сидели с группой Они нас там угощали чаем Я внимательно наблюдал За этими детками Они приняли их в свою семью И я не увидел различия Между детьми У меня язык не повернулся сказать Володя Это на тех детей Деньги Я просто дал Володе деньги Сказал что братья передали Это на ваших деток Слава нашему Богу Знаете когда это видишь Хочется жить Когда это видишь Хочется трудиться Я просто вам говорю О примерах Времени мало Я еще один пример скажу Который меня вдохновляет Который просто не оставляет Меня знаете В таком бездействующем положении Я не могу остаться В таком положении Я читаю это место Это Луки 23 глава С 39 по 43 стих Один из повешенных злодеев Злословил его И говорил Если ты Христос Спаси себя И нас Другой же напротив Унимал его И говорил Или ты не боишься Бога Когда и сам Осужден На то же И мы осуждены Справедливо Потому что Достойное По делам нашим Приняли А он ничего худого Не сделал И сказал Иисусу Помяни Меня Господи Когда придешь В царствие Твое Братья и сестры Полная безнадежность Осознание И понимание Того Что уже конец И понимание Куда он идет Тоже было полное И выхода Буквально не было И у Иисуса Были свои Проблемы И трудности Там И казалось бы Что уже не время Время Его проповеди Истекло И там На кресте Иисусу было Трудно Очень Трудно Но он Выник Он Выслушал Он Принял И на кресте Закончилась Его Евангелизация И потом Его жизнь Я читаю Эти слова И сказал Ему Иисус Истинно Говорю Тебе Ныне Же Будешь Со Мною В раю Аллилуйя Слава Нашему Богу Братья и сестры Христос Показывает нам Пример Сегодня У этого Общества Сколько проблем И трудностей Сегодня Они без Иисуса Это не решат Сегодня Они могут Решить Эти вопросы И трудности Свои Только с вашей Помощью Потому что Вы носители Истины Вы носители Правды Вы носители Жизни Вечной Вы носители Силы И славы Божьей Аллилуйя Слава Нашему Богу И я хотел бы Чтобы с этой конференции По всей Украине За ее пределами Как уже здесь Братья говорили Этот огонь Духа Святого Огонь Пятидесятницы Тот огонь Который принесли Братья В Одессе 90 лет назад Он С новой силой Пошел по нашей стране Придя Каждый дом Каждое сердце Избавляя Этих людей Которые окружают нас От власти тьмы И от рабства греха И тьма отступит И дьявол Будет побежден Хай вас Бог Всех Рясно Благословит Аминь Слава Господу Я думаю Что мы все В таком понимании Ответственности нашей Перед Господом О том служении Которое говорил Передо мной Брат Николай Иванович Королюк Он как ответственный Евангелист По Днепропетровской Нашей области И думаю Что Не напрасно Братья Уделили это время Для каждого из нас Чтобы нам Выслушать Хоть маленькую информацию Труда Которому Объязывает Всех нас Господь Знаете Я так думаю Первый Евангелист Это был Христос Который пришел На землю И принес Это Евангелие А затем Сказал апостолам Своим Что Идите Идите Не стойте Идите И проповедуйте Евангелие Всей твари И кто будет веровать И кто будет креститься Будет спасен А кто не будет веровать Тот будет осужден Понимаю Понимаю Что Через чье-то благовестие Сегодня мы все здесь Братья сегодня Вспоминали О служении Воронаева Который В свое время Получил откровение Духа Святого Побужден был Духом Святым И Оставивший Может Лучшие места Пришел В эту Страну Где Вся эта Разруха Все остальное Понимая Что Это Голос Господень Этим Есть Божья Воля И Божье Определение Понимаю Что По этой Причине Сегодня Я здесь По этой Причине Сегодня И вы Здесь Все Думаю Что Многие Из нас Сидящие Здесь Или Может Вы Ваши Родители Пришли Господу За это Последнее Время Которое Дал Господь Для Проповеди Евангелии Мы Наблюдаем Так Себя В городе Когда Дал Бог Свободу У нас Было Совсем Немного Людей Но На Сегодня Церковь Увеличилась Может Десять И Больше Раз И Этому Мы Радуемся И Потому Когда Я Слышу Подобные Свидетельства Братьев Особенно Евангелистов Я Тоже Этому Радуюсь И Благодарю Господа Что Сегодня Еще Господь Дает Такое Время Для Нас И Я Хотел Чтобы Каждый Из Взял Это Во Внимание Вот Как Повеление От Господа Чтобы Услышать От Господа Этот Голос Который Сказал Идите И Проповедуйте Евангелие Всей Твари Потому Очень Важно Мы Сегодня Имеем Это Служение Которое Наполнено Таким Многоразличным Направлением Хочется Вспомнить И Первопроходцев Те Которые Прошли Прежде Нас Хочется И Чем То Утвердить Молодежь Хочется Что-то Засвидетельствовать Хочется Что-то Испеть И Это Все Для Славы Господней Для Нашего Назадания Чтобы Что-то Осталось Для Нас Памяти Но Я Хотел Бы Чтобы Это Очень Важное Поручение Которое Оставил Для Нас Господь Это Проповедовать Евангелие Царствия Божьих Написано Так Что Этим Закончится Труд На земле Церкви Сказал Всей Твари И Тогда Пройдет Конец Слава Господу Потому Мы Все Из числа Тех Которым Последнее Время Господь Поручил Проповедовать Евангелие Можно Было 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 Навести Примеров Молодых Людей Пожилых Людей Которые Много Свидетельствовали На местных Конференциях Евангелистов И Молодежных Служений И В собраниях Наших Как Господь Совершал Работу Как Многих Господь Привел Как Многие Стали Светом И Примером Для Этого Мира Для Окружающих Получивших Многие Спасения Я хотел бы Еще раз Повториться Что Всех Нас Призвал Господь И не ждите Что будут Какие-то Особые Люди Как Николай Иванович Или Другие Подобные Евангелисты Но Всех Нас Господь Призвал Благовествовать Царствие Божье Я Благодарен Господу Что сегодня Братья Уделили Вот Эту мысль Чтобы Все мы Услышали Ее Братья Так сказали Время Очень Коротко Кратенько Хотел бы Засвидетельствовать И о себе Как Братья Уже Сказали Но Прежде Хочу Прочитать Кратко Слово Господне И это Будет К молитве Записано Два места Священописания Которые Говорил Апостол Павел Первое место Это записано Послание Апостола Павла К Тимофею Брат Николай Передо мной Читал Второе Послание Первой же Главы Только он Начал Из Шестостиха Я хочу До шестостиха Прочитать Четвертый Стих И пятый И желаю Видеть Тебя Даже выше возьму Благодарю Бога Которому служу От прародителя С чистой совестью Чтобы не пристану Вспоминать О Тебе В молитвах Моих Днем И ночью И желаю Видеть Тебя Исполняя Вспоминая О слезах Твоих Дабы мне Исполниться Радостью Приводя На память Нелицемерную Веру Твою Которая Прежде Обитала В бабке Твоей Лоиде В матери Твоей Девнике Уверен Что она И в тебе Апостол Павел Говорил К Тимофею Вспоминал О нем Вспоминал О нем И обратил На то Внимание Вспоминая О вере Твоей О вере Твоей И еще Одно место Которое Записано в послании Апостола Павла К Ефесянам В шестой главе Здесь сказано Вот такие слова Тринадцатый стих Шестая глава Послания Ефесяна Апостола Павла Для сего Примите Все оружие Божие Дабы Ви Могли Противостоять День Злой И все Продолевши Устоять И так Станьте Припоясав Чесла Вашей Истиною И облегшись Богу В броню Праведности И обумногую Готовность Благовествовать Мир А наипаче Всего Возьмите Щит Веры Которым Возможете Угашать Все Раскаленные Стрели Лукавого И шлем Спасения Возьмите И меч Духовным Который Есть Слово Божие И всякой Молитвой Прошением Молитесь Во всякое Время Духом И старайтесь С тем самым Со всяким Постоянством И молением О всех Святых Братья Дорогие И сестры Молодежь Дорогая Я хотел бы Так Немножко Сказать Вспоминая То место Которое Апостол Павел Обращал Внимание К Тимофею И говорил Что он Видел В нем Веру И он Смело Сказал Так Или понимая Сказал Что Она прежде Была В матери И была В бабке Я родился У верующей Семьи У верующей С детства Знал Господа Сколько Я помню Столько Я и знал Господа Столько И полюбил Господа И потому Когда Были времена Другие Как теперь Когда люди Говорили В школе Везде Говорили Что мы Должны Понимать Что Бога Нет Его Нет И это Было Позорно Провозглашать О имени Господа И это Было Запретно Провозглашать Я вспоминаю Когда я в школе Был еще Совсем Маленьким Было Такое Положение Что надо Было Носить Звездочку Я уже В детстве Раним Понимал Что это Не Божье Дело Не Божье Дело И Немало Пришлось За это Потерпеть Потом Если может Старшие люди Помнят Одевали Галстук Надо было Быть Пионером Мы понимали Что это все Идет Направление Или начало Коммунистическое Дело Которое Провозглашало Анти Христианское Понимание Потому Я в своем Детстве Понимал Что Это Против Воли Господней И я Хочу Сказать Что я Немало В детстве За это Потерпел Когда Приходилось Петь Эти псалмы Светские Псалмы Которые Провозглашали Вот Славу Партии И И всем Подобное Я понимал Что Это Нехорошо Я понимал Что Слава Принадлежит Господу Я Немало Потерпел За это Вспоминаю Многие Случаи Когда Приходилось Потерпеть От ударов Это Были Сказать Начальные Детские Отрочные Годы Но Понимаю То Что Все Это Или Во всем Этом Веру Которую Дал Мне Господь С детства Она Утверждала Меня В этой Правильности Решения И поступков И служения Господу Моя Было Всегда Желание Молиться Господу Я Искал Это Время Искал И днем И ночью И я Нагодил В этом Утешение И удовлетворение Для своей жизни Но Когда Пришлось И Дальше Дать Отчет Своему Пованию Еще раз Хочу Сказать Что Вера Которую Дал Господь Это Не я И скажу Что Не Все Эти Братья Которые Сегодня Или Вчера Были Перед вами Они Настолько Были Мужественны И смелы И способны Это Вера Которую Дал Нам Господь Понимая Что Он Прежде Он Прежде Нас Пришел На Эту Землю Он Оставил Для Нас Свой Завет И Мы Принял Эту Верою Стояли В Этой Истине Отражая Эти Раскаленные Стрелы Лукавого Я Понимаю Что Недостает Времени Вспоминать Те Все События Которые Проходили В нашей Жизни Те Все Трудные Моменты Когда Надо Было Стоять Когда Надо Было Засвидетельствовать Я Одно Скажу Что На Всем Этом Пути Как Миша Соловей Свидетельствовал Когда Он Находился В Больнице Когда Проходил Эти Все Испытания Есть О чем Говорить Но Хочу Сказать Что На Всем Этом Пути Если Бы Не Господь Я Другой Раз После Очередных Таких Испытаний Когда Глядывался Назад Я Удивлялся Как Я Мог Отвечать Кто Мне Давал Эти Слова Как Я Мог Стоять Будучи Юношей Как Я Мог Утвердженно Говорить И Понимал И Это Сегодня Для Меня Осталось Навсегда Что Если Бы Не Господь Если Бы Не Вера Которую Дал Мне Господь Вот Именно Этой Силою И Мы Могли Продвигаться И Эта Вера Многих Повела На Тяжкое Страдание И Многие Дали Свою Жизнь Как И Наши Прещественники Как И Иван Воронайев Это Те Которые Ставили Для Нас Пример И Слово Божие Говорит Что Мы Должны О Них Поминать Поэтому Пусть Бог Благословит Нас Молодежь Когда Мы Сегодня На Земле Это Мирное Время Живем Чтобы Нам Укрепиться Этой Верою Сегодня Другая Тенденция Сегодня Может Не так В лоб Идут Враг Души Человеческой Просы Предлагает Очень Лесно И Очень Прекрасно И Дал Б Господь Чтобы В нас Была Эта Вера Вера Как Некогда Говорил Господь Отойди От Меня Сатана Отойди Господу Богу Одному Мы Должны Служить И Ему Поклоняться Потому Хочется Так За Всех Вас Помолиться Еще Раз Господу Чтобы Вы Были Свидетелем Божьего Евангелия Чтобы Если Даже Трудные Моменты Или Даже Обстоятельства Теперешней Жизни Чтобы Нам Быть Божьим Святым Народом Светильником И Сияющим В этом Темном Месте Доколе Пройдет Христос Наш И Возьмет Нас Свое Царство Мы Встанем И Помолимся Господу Дорогой Наш Господь В имя Твое Сына Иисуса Христа И мы Майз И подобно Тебе Нет Боже Ты Пришел На эту Землю Боже Чтобы Дать Спасение Дать Жизнь Дать Сердцу И Душе Мир И Покой Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Армана Маликейде О Ецю Дефрейде Кина Ецю Декрам Майсет Штебе Майсет Нигит Турманд Эрмана Маликей Левен Чинев Рекайс Лев Кримен Кем Майсет Льв Кром Майсет Штебе Главен Майсет Армане Кем Майсет Аллилуйя 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 Господи Умножь Нас Эту Веру Дай Нам Господи Силу Твою Боже Мой Для Проподи Твоего Святого Евангелия Боже Чтобы Нам Быть Свидетелем Живым Возвещающим Истину И Правду Твою Аллилуйя 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 Величественно Славно Благословенно Вовеки Святое Имя Твое И мы Как Рабы Твои Поклоняемся Тебе Славим Тебя Потому Что Ты Господь Совершил Этот Великий Подвиг Ради Спасения Нашего Господи Ты И оставил Нам Великую Истину И Правду Твою Спасения Твоего Божия И Ты Сказал Чтобы Мы Были Свидетелями Твоими До края Земли Возвещая Твою Благодать Твое Спасение Сыне Твоем Иисусе Христе Слава Тебе Аллилуйя Каждого Господи В свое Время Ты Позвал К себе И Каждому Боже Из нас Дал Твое Назначение И Твое Определение Боже И я Молю Тебя И я Прошу Тебя Господи Не Дай Чтобы Мы Были Праздными Господи Боже Дай Господь Сердце Внимательное И Ухо Внимательное Голосу Духа Твоего Святого Отче Чтобы Поистине Твой Народ Церковь Твоя И Особенно Молодежь Боже Чтобы Не Взяли Поистине Это Пламя Огня От Великого Жертвенника Боже И Могли Понести Свет Твоего Евангелия Господи Этому Миру Погибающему В грехах И Особенно В это Последнее Время Когда Мы Видим Это Разложение Боже Не Дай Условеть Господи Дай Нам Этот Щит Вер Боже Чтобы Чтобы Мы Могли Пройти Среди Всех Нечествия Беззакония И Остаться Чистыми И Святыми Перед Тобою О Дух Святой Я Умоляю Тебя Я Прошу Тебя Сохрани Твое Наследие Господи И Наделись Мужеством Славы Силы Твоей Быть Твоими Свидетелями Поклонниками Твоими Прославляющими Твое Святое Имя Боже Всего Эту Мы Ожидаем У Тебя И Просим Тебя Во Имя Твоего Сына Иисуса Христа Наш Вечный Бог Отец Сын И Дух Святой Аминь Сейчас мы Выслушаем Пение Семьи Гюльчуки Семьи Гюльчуки Город Ровно И После Властовинного Пения Будет Свидетельствовать Павел Морозовский Из Города Хмельницкий Будет Свидетельствовать О великих Божьих Делах В его Жизни Как Господь Его Помиловал Как Господь Спас Его Братья И Сестры Я Хочу Сказать Что Мы Сейчас будем Слушать Гимн Который Бог Даровал Моей Жене Ольге Написать Где-то 10 лет Назад Когда у Нас В Ровенской Церкви Было Служение Братьям Сестрам Именно Узникам Которые Также Собрались И Славили Божье Имя Воспоминая О трудных И тяжелых Путях И Как Вчера Мы Вспоминали И мы Сегодня Имеем Среди Братьев Наших Узников И мужество Для того Чтобы Противостать Твердой Верой Согласно Священного Писания И мы Услышим Пение Небо Голубое Отче Мой Дом Те Кто Страдали Много Кого Судили Строго В золотом Граде Божьем Будут Отдыхать Дай Боже Нам Взрая На кончину Их Жизни Многих Уже Подражать Вере Их Небо Небо Голубое Отче Мой Дом Сиянье Неземное Мир Радость В нем Так Будем Петь Мы Вечно Их Славь Бесконечной Вечность Христом Любим Будем Проводить Во Своем Дивном Хоре Ангелы Будут Повторить Будем Болеем Рая Господа Уходи Небо Голубое Отче Мой Дом Сиянье Неземное Мир Радость Небо Все Рад 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Попробував наркотик Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 с каждым днем, но все-таки тримаются за Слово Господне, молятся, берут пест. Господь по-разному стукав до мого сердца. Один такой випадок я коротенько расскажу. Я как-то приходил домой, уже поздно вечером было, сидит какой-то брат, беседует с отец. Позвали меня, сядь, ось сюда, сядь, поговорим. Ну, я присев, почали говорити, і я бачу, беседа, наш разговор схиляється до того, щоб я каявся, щоб я поисповедався, і що за мене будуть молитися, щоб Господь мене спас. Ну, я так поняв, що вони просто так з мене не злізуть, і я почав ісповедуватись так поверхностно. Маму не слухав, папу не слухав. Цей брат Ваня, він засміло приїхав, він подивився на мене, каже, ми зараз будем молитись, але я тобі даю п'ять минут на покаяння. Я так подивився на нього, що такого не чув, нічого себе, п'ять минут на покаяння, Господь вже стільки терпив, роки пройшли, а він тут п'ять минут на покаяння. Кажу, а ви, брат, звідки? Ну, я сміло, а сміло це де? Це село коло Жмеренки? Ні, ну там, зрозумів. І я ось так проморозився, ті п'ять хвилин, і почалась молитва. Почали молитися, така гаряча була молитва, я постояв з ними на колінах, і пішов, це вже було пізно вечором, і брат нас залишився ночувати, я пішов, ліг спати, вони пішли, якось заснути не міг, думаю, а що буде? П'ять хвилин пройшло, і якось я знаю, що я не каюся, нічого, бо якось ще так вабило, що так ніби було все добре. І я так посміхався собі, сам собі, думаю, якийсь такий цікавий, п'ять минут фільмів надивився, навірно, чи що, ну так я собі роздумав, ну п'ять минут на покаяння, ну як він мені так дав? Я заснув, але на ранок я прокинувся від сильної болі, сильно боліло в паху, я піднявся з моєї кровати, але якось йти не можу. Що таке? Як я прокинувся, біль почала ще сильніше і сильніше наростати. Думаю, ну чого я не покаюся, може би треба було каятись, але так вже і страшно, і больно, і йти не можу. Я прошу, викличіть швидку. Викликали швидку, цей брат Ваня поміг мене ще винести швидку, забрали в больницю, де я там трошки побув, мені стало легше. І як ставало легше, то я знову жив собі, як хотів. Як були якісь утиски по молитвах моїх батьків, як було тяжче для мене, я ніби починав каятись. І так проходило ще роки. І одного разу, коли батьки вже зовсім втрачали силу, було показано таке до батька мого відєння, показано через пророка, і показано, що я знаходжуся в пащі льва, і лев уносить мене, і до батька йде слово, бігі, догониш і отніміш. Так, батьки мої бігли. Я сьогодні вдячний Богу за нашу церкву, за моїх батьків, бо вони бігли. Вони бігли. Цей біг, він виражався в тих постах, в яких вони перебували. Цей біг, він, тому що дзвонили, де тільки знали до друзів, просили молитись, поститись. Ось одного разу мене відвезли в лікарню, там, де лічать таких наркозалежних. Я не раз там вже був. Це в очередний раз завезли мене. І ось пройшло десь 3-4 дні, і я так хотів, якось, може би, втікти, якось би чи ще. І ось приїжджає мій батько, приїжджає моя тьотя Люся, приїжджає ще один брат на автомобілі, вони разом приїжджають, і кажуть, що ти не хочеш з нами поїхати в Ровну? Думаю, ну, навірно, якщо вже зараз заберуть з больниці, то вже не привезуть. Звісно ж, хочу. І беруть мене, везуть в Ровну. Я ж не знав, що вони там задумали. А вони договорилися, що мій батько, він також сидів, за Слово Боже, в в'язниці, і він десь якось познайомився з братями Пальчівськими. І договорився з ними про то, щоб вони перебували в пості і в молитві, а вони привезуть мене. І ось поки мене забрали, поки мене забрали з лікарні, поки в Ровну приїхали, то вже був пізній вечір. І ось, коли ми приїхали туди, де ще й по дорозі Бог почав працювати Духом Святим. І якось так їхав, дивився в вікно і думаю, ну скільки так може бути, може би каятись, може би змінюватись, може би просити Бога, щоби Бог змінив мене. І ось в таких роздумах ми приїхали в Ровну, ми приїхали в ту сім'ю, до тих братів. Вони почали біседувати зі мною, кажуть, ти хочеш змінити життя. А якось я вже дорогою так поняв, і кажу, ну да, хотілося би, хотілося би. Кажуть, ми за тебе помолимося. Почали молитися, помазали єлеєм, я перед цим поисповідався за все життя, помостили єлеєм. Я в молитві відчув, якийсь дотик Божий, я щось відчув, щось пережив. Стали змолити, поїли і роз'їхались. Коли я приїхав додому, вроді так і нічого не сталося, але при тому всьому з'явилася сила, що я вже міг боротися з гріхом. Я міг боротися з цим. Так, ще йшли дні, неділи, місяця навіть, ще йшли після того, і якось я так в церкві не міг найти товаришів, якось не міг прив'язатися до церкви, а старих ще товаришів не забув. І ось одного разу я вирішив, піду до товаришів, піду до своїх старих товаришів, провідаю, поговорю, як поживають. Я пішов до них, то вже був вечір, ми побули разом, поспілкувалися, так було приємно, час затягнувся, я залишився, ми мали там в одного, на квартирі ми збиралися, і мій батько знав то місце, звичайно. Ми залишилися там, і я залишився на ніч. А як саме перед цим сталося, що в батька з'явилася така хвороба, як аденома, йому вирізали цю аденому, і він не міг ходити. А якщо йшов, то так полозігнутий, ну, він по хаті трохи, єлі пересувався, так в нього це сильно боліло. І ось, коли я залишився там в товаришів, я залишився на ніч, але на ранок я почув, що під вікном хтось кличе, Павлік, Павлік. Я до вікна бачу, стоїть батько. Я не очікував його побачити там. Він по квартирі єлі міг перейти, а ось стоїть тут. А це десь приблизно, ну, три тролейбусних остановки, приблизно така відстань між нашими домами. Я побачив його, я вибіг як ошпарений, я кажу, батько, чого ти сюди прийшов? А він каже, ми хвилювались за тебе, ідем додому. Я взяв його під руку, і то, саме той його подвиг такий, я не знаю, як він дійшов туди, я єлі його дотягнув вже додому після того, я не знаю, як він прийшов, але він жертвував собою. Він прийшов, і каже, ідем додому. Оці слова, вони залишилися в мені. Він не кликав мене до того дому, на квартиру, де ми проживали. Він мене кликав додому, в церкву, Господа, Ісуса Христа. Вже пройшло 10 років. Після того, після того, я ніколи не був в своїх товаришів. Я з ними тільки зустрічався і свідкував їм. Господь перемінив моє життя. Звичайно. Багато, багато кого з моїх товаришів вже нема. Багато у в'язниці, а Господь спас мене. І я сьогодні свідчу, що Бог сильний. І я дякую за мого батька, за моїх батьків, за нашу церкву, що вони молились за мене. І ось я з вами. Я хотів би коротенько ще розказати вірш, який доповне моє свідоцтво. Браті, якщо можна, фонограма. Уснувший город оставляю, Дорогой пыльною один, Глубокій ночі Блудний сын, Одетий в рубище, Шагає. І в боль, І в радість Каждий шаг, Чем ближе он К родному дому. А начиналось Все не так, А було Раньше По-другому. Когда-то В город он входил Богат И полон юных сил. Как було Сердце Интересно, Как обжигающе Чудесно И привлекательно Манил Соблазнами Блестящий мир. В нём Круг друзей, Весёлый пир, Что взбудураживало Сознання И длился С ночи до утра. И здесь сказалось Никогда Ни боль, Ни горе, Ни страданье, Ни чистой совести Терзанье не потревожит Теперь другое Разлетелось, Всё умчалось И всё развеялось Как дым. Всё то, К чему так сердце Рвалось Во свете правды Оказалось Настолько Низким И пустым. К чему ж Стремился ты Когда-то? Чем раньше Жил И чем дышал? Теперь, Теперь лишь Ты узнал, Что этот мир С его развратом Из ада Словно бы из яд В душе Рождает тот же ад, Горя огнём Животной страсти. Не знаю В похоти преград Он травит Всё Любовь И счастье Он подлости И смерти, брат И тот, Кто с ним Имеет связи Отдаст ему Все жизни Дни И зная всё Теперь Пойми Ты не рождён Для этой Грязи Твоя усталая душа Под гнетом Низкого разврата Хранила то, Кем ты когда-то Был в доме Своего отца И где ты был Совсем другим Где каждый Дорог И любим Теперь До муки Всё это знать Всё это прятать Себе не мог Он мог лишь Плакать Уснувший город И не прижившись И не прижившись Волчьей стая Он в дом Отцовский Поспешит И там За дальним Поворотом Тем самым Что в последний раз Его когда-то Скрыл от глаз Сейчас оттуда Вышел кто-то Какой-то путник В ранний час Вот таки он Твой долгожданный Как этот нищий Что вдали Тебе придет он Но что-то странно Вдруг сердце Стукнуло внутри В глазах Как будто Помутилось Но тут Прохладый ветерок Отвел туман Немного вбок И на мгновение Приоткрылось Лохмотьев грязь Лицо Сынок А дальше В наболевшей ране Все слилось Словно как в тумане Не помнил он Когда бежал Он обнимал И целал Лицо ушедшее Когда-то Любимый голос Что шептал Рыдание Сдерживая Папа И куча странных слов С мольбой Такой любимый Образ рядом А он Друг Просится С лугой Сынок Постой Сынок Не надо Дай насмотреться Дай забыть Года прошедшие В томлении Дай в это Сладкое мгновенье Все воскресил Перечеркнуть Забыть Ночей Бессонных Муки И все Страдания Разлуки Дай позабыть И сам забудь Дай надышаться Этим утром Ведь столько лет Прошло во тьме Ведь ты воскрес А я как будто Родился заново В себе Давай все Горькое забудем И примем дар Святых Небес Эй слуги Подымайтесь Люди Мой сын пришел Мой сын Воскрес Отец и сын Мгновенья встречи Мелькают образы родных Вопросы Слезы И за плечи Обнял Веду Как сладок миг Все прощено И все забыто И жизнь прекрасной Стала вновь В чем истина От нас не скрыта Что это Делает Любовь Слава Богу Братья и сестры Возможно бы я сюда не вышел Но ваша реакция На то Кто выступает И о чем говорит Она заставила Поступила записка И автор этой записки Спрашивает Неужели такие свидетельства Назидают Я скажу по-другому Спрошу по-другому Скажите пожалуйста А неужели Грех Давида Назидает Назидает Или нет Назидает И это Назидает И назидает В том плане Что так Поступать Нельзя Аминь Я попросил Павлика Еще дома Хмельницком Говорю Паша Нужно засвидетельствовать В этом есть потребность Он говорит Мне так стыдно Это правильная реакция Стыдно Но я бы хотел Друзья мои Чтобы все вы Все мы Посмотрели на себя И на нашу реакцию В данной ситуации Не только сегодня А везде Да это сын служителя Епископа Это такой Это такой Какая разница Рядового Друзья мои Я скажу Как неоднократно Братья говорили У Бога Внуков Нет У Него Только дети Которые Прошли Глубокое Покаяние И идут За своим Спасителем И поэтому Вот подобные Свидетельства Не для того Чтобы подражать У нас сегодня Тема конференции Помни путь И он тоже Будет помнить Он будет помнить Грязь Которая находился Для того Чтобы в нее Никогда не попасть Сохрани вас всех Господь Аминь В настоящее время Настя из Донецка Будет петь Пожалуйста А после этого После этого Сестричка Таня Воронина Ты подходила На улице К нам Пожалуйста Приготовься Если ты здесь есть И куда-то ближе Подойди Чтобы после Пения Можно было Услышать тебя Он изъязвлен был За наши Все грехи И за беззаконие Наши Был мучил Наказание мира Нашего Было на нем И ранами его Мы Исцелились Посмотри Как горит Свеча И напомнит Ее Горенье Что напрасно Она роль Врача Выбрал Ты Не Любовь А Время И на Сердце Опять Печаль И Сомненья Опять Тревожит Догорает В руке Свеча Но Согреться Душа Не Может Посмотри На Крест Ты Все Увидишь Все Поймешь Любви Внимая Там Загрев Твоя Льется Кровь Святая Все Прощая Все Прощая Прощая Отжумят на душе Ветра Ветра Оставляя Леж Боль И Неб Быль Ты Все Думал Что Жизнь Игра Заг Которой Не Смотрит Неб Ветра Была Вдова Ли Слов И Дел Но Но Не В силах Поверить В Чудо Ты Увидеть Любовь Хотел Распиная Ее Повсюду Посмотри Посмотри Крест И Все Увидишь Все Поймешь Принимая Там Загрет Твой Льется Кровь Святая Все Прощая Все Прощая 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 Вот так Возлил Был мир Что Подал Сына Единая Местка Дабы Всякий Верующий Не погиб Наймёт жизнь Вечная Непогасла еще свеча Воскрешая любви каленьей Можно заново жить, начать У креста преклони колени Приглашаем брата Анатолия Корнивского, город Киев Мы его немножко попроще называем, мы его называем Толик Бандура Благословит его Господь Он исполнит молитвенный псалом Ты схились, не зесенько После брата Анатолия будет украинское теологическое семинария Делать презентацию музыкального факультета Мы с радостью об этом выслушаем Благословит Господь Благословит Господь Благословит Господь Благословит Господь Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, и даешь такое уточнение, дом Господел наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Здесь произошло великое единение разных музыкальных служений. Здесь стояли струнные, здесь стояли хоровики, здесь стояли духовой оркестр, сначала хор, потом вместе литавры, духовые, струнные, но никто не помешал услышать голос хора, который величал имя Господне. И когда все это видел Бог, написано, Он наполнил то место. И самая главная особенность в том, что все и священники, и левиты были освящены, совершая одно служение и единому Богу слава Ему. Сегодня, в наши дни, музыкальные служения – это самое больное место в служении. Как ни конференция, говорят об этом. Вы знаете, когда-то столько не говорили. Возможно, люди более относились к музыке правильно. Сегодня много течений, много различной музыки. Сегодня, ну, посмотрите на всех, практически все ходят в ушах наушники и все время слушают музыку. Слушают, слушают. И в чем причина? В чем причина, что такое разногласие? Некоторые люди говорят просто. На вкус и на свет, товарищей. Товарищей нет. Это самое, самое. Я для себя записал самооправдывающая ложь. Почему? Когда мы приходим с вами в церковь, скажите, пожалуйста, мы читаем одинаковое Божье Слово или кому какое нравится? Одно и то же. Оно у нас у всех одинаковое. Пусть языки, возможно, разные, переводы разные, но смысл один и тот же. Божье, это как мана с неба. Оно всем приходило по вкусу. И вы знаете, самое главное, почему мы все держимся Его, и оно нам нравится? Потому что Слово Божье, оно назидает. Оно кормит. Оно дает нам духовный рост. И мы довольны тем, что мы читаем это Слово. Мы Его слышим, и приходя на это место, мы видим, что нам говорят то, о чем нас учили раньше, и самое главное, не меняют нашего направления. Я хотел бы так, буквально несколько секунд сказать такую ремарку. Сегодня брат Петя на этом месте, на урок, говорил, что многие его не любят. Вы знаете, я свидетель от первой конференции до этого часа. На всех конференциях был. Раньше Виталик Бондаренко, Николай Катяков, Новорок, Виктор Иванович Белых. И вот я помню все эти проповедя и наших братьев сейчас. Но Новорок меня удивлял одним. Просто той. Прямо той. Великой любовью. И самое главное, честностью. Вы знаете, мне до этого часа это очень нравится. Лучше сказать правду, нежели как-нибудь так. И вот знаете, этот человек, он до сего часа не изменился в своих убеждениях. И я хотел бы сказать за это, слава Богу, в упрек может быть тем, которым это не нравится. Вы знаете, Слово Божие, оно дает назидание. То есть, рост. Но не только, оказывается, Божье Слово дает назидание. Каждый из нас, считая Слово Божье, встречал то, что написано в послании к Ефесянам. Апостол Павел пишет такие слова. Я выборочно читаю стихи из пятой главы послания к Ефесянам. Написано так. Итак. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. То есть, во всем, что мы делаем, мы должны подражать в первую очередь кому? Богу. Далее, Божье Слово говорит такие слова. Никто, да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сыновопротивление. Итак. Не будьте сообщниками им. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Бог говорит, не дайте себя обмануть. Внимательно смотрите. И дальше Павел продолжает. Почему? Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Он говорит о том, что нужно быть внимательными. И дальше продолжает. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопения духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Павел говорит, познавайте, другими словами, учитесь, что есть воля Божья. Пьяные люди, которые напьются вина, я никогда, хотя был неверующим, я никогда не пил спиртные напитки. Но люди, которые были в мире и употребляли, вы можете сказать, что так как только напились, так и прорывают петь песни. Все поют, напились и поют. А христиане не так. Они, написано, поют для чего? Для назидания себя. Человек наседает себя, то есть развивает, растет. В нашей жизни есть пища разная. Когда мои дети ко мне подходят, маленькая дочка приносит свою торец, говорит, папа, я борщик В. Зила. Я ей говорю, молодец, Лизочка. Она весь борщик Зила. Но если она мне принесет пачку чипсов и скажет, папа, я все чипсы скушала, я не скажу, что ты молодец. Потому что та пища дает рост, а эта пища дает болезни и разные неприятности дальше в жизни. И поэтому во времена апостола Павла, почему он затронул эту тему? Даже в те времена существовало около 30 разных стилей музыки, разных жанров. Но Павел говорит только о трех, которые назидают. Было много разной музыки. И он, проповедуя в различных местах, там, где были елены, там, где иудеи жили в других землях, он приходил туда, он видел, возможно, различные служения. Но он пишет к ефесянам и говорит о трех жанрах, которые действительно назидают и дают рост. Это, как написано, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Что такое псалмы? Часто мы слышим, мы сегодня на этом месте, не один раз услышали, сейчас споют псалом, споют псалом. Я слышал сегодня псалом, это пел Ровенский хор. Павел говорит, он, псалом, он назидает. И поэтому мы можем говорить, у нас есть книга псалма, там, 2500 псалмов. Но, сколько бы мы ни говорили, существует всего лишь навсего 150 псалмов, которые записаны где? В Божьем Слове. И поэтому, что самое первое назидая человека, это Божье Слово. И поэтому Павел говорит о том, что самый главный, первый стиль, который должен быть в вашем музыкальном служении в церкви, это псалмы, которые основаны на Божьем Слове. Первый раз слово псалом употребляется в первой книге Царств, 16 глава, 7 стих, когда написаны такие слова. В этот день Давид в первый раз дал псалом до словословия Господу через Асафа и братья его. Это звучал 104-й псалом, который записан у нас в Писании. То есть, левиты стали и пели то, что говорил Господь через своего помазанника. Дальше Павел говорит о том, что есть словословие. Что такое словословие? Мы сегодня также слышали, часто в России, они не говорят псалмы, будем петь гимны. Мы сегодня также слышали не раз на этом месте слово гимн. Гимн и восхваление Богу, это есть словословие, то есть песни, которые прославляют, величают и говорят о том, какой велик наш Бог. То есть, это наша догматика, это то, в кого и в что мы с вами веруем. Это наше с вами упование. Сегодня мы слышали прекрасный псалом Божья Церковь. Мы слышали и про вчера великий Бог. Это также есть словословие. Есть прекрасный псалом, который часто поют, его практически весь зал подхватывает. Бачу Бога кожный день. Это есть псалмы, вернее, неправильно, что я с вами говорю. Это есть словословие, гимны, которые величают нашего Бога. И третье называется песни духовные. Песни духовные может написать человек, который имел личную встречу с Богом. И так как мы только что слышали, брат говорил стих, который очень подобен его жизненному пути, точно так же человек, который поет о том, как он встретился с Богом, как Бог изменил его жизнь, это называет, Слово Божье, духовные песни. И поэтому, дорогие мои братья и сестры, Жанр в христианском служении определяется не музыкой, но текстом. Еще раз повторяю, в христианском служении Божье Слово покажет всего лишь три жанра, всего лишь три стиля. Псалмы, словословие и песнопение духовные. И поэтому цель нового факультета, который мы желали бы открыть в теологическом семинаре, заключается в том, чтобы подготовить организатора музыкального служения в церкви. То есть человек, который ведет музыкальные служения в спектре Божьего Слова. Он умеет организовать хор, оркестр, малые формы и с членом в поместной церкви. Это человек, который будет поощрять людей, особенно маленьких детей, подрастающих в наше поколение, заниматься в музыкальных школах для чего? Чтобы потом они могли играть в оркестрах, петь в хорах наших церквей. И как правильно использовать технические средства в наших церквях. Вы знаете, очень важно сегодня это наболевшие вопросы. Как правильно вызвучить, как правильно работать с тем пультом, с аппаратурой и так дальше. В этом семинаре стоит главная цель научить христиан достичь комфорта правильного звучания в церкви Божьей. И при этом всем быть духовно подкованным христианином. Мне очень нравится характеристика Давида, которого один раз рекомендовали Саулу. Помните, когда дух злой удручал Саула? Написано, Саул потребовал музыканта. И отвечал Саул слугам своим. Найдите мне человека хорошо играющего и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал. Вот я видел у Иисея Вифимлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. Удивило в Давиде то, что он умел играть. Но он не просто играет, он одет, как прилично, человеку, который величает Бога. Он был мудр в речах и готов был стоять за истину. И последнее такое, и Господь был с ним. Поэтому в этой семинаре не стоит цель сделать профессиональных музыкантов. Да, мы хотели бы этого достичь, чтобы у нас были профессиональные музыканты. Но наряду с этим стоит то, чтобы люди, учась в здании теологической семинарии, помнили. Факультет не арендует помещение. Факультет при семинарии, где учат христиан быть во истину верующими детьми Божьими. Рассчитана программа на два года. Мы так думаем. Хотя музыканта научить за два года заочно, простите, невозможно. Но делаем сталку на то, что к нам придут люди, которые уже имеют музыкальное образование. Хотя бы музыкальная школа. Мы верим в то, что придут люди, которые действительно уже составшиеся музыканты, но хотели бы научиться, как все-таки правильно организовать то, что я умею для Господа. Мы планируем пять сессий в год, одна неделя в два месяца. Обучение, я уже сказал, на базе теологической семинарии. Стоимость, это уже вопросы к Петру Моисеевичу и к вашим пастырям. Сразу хотим сказать, я уже сказал, учить музыканта раз в два месяца, это очень мало. Мы бы хотели, конечно, мы бы хотели одну неделю хотя бы в месяц. Многие скажут, это невозможно. Да, я тоже учился в библейском институте за свои деньги, как многие будут стараться. Но я хотел бы обратиться именно к пастырям церквей. Вы знаете, сегодня важно вовремя сделать то, что еще можно сделать и поправить. И поэтому, если мы все-таки согласимся, будем стараться, приложим к этому все свои старания и усилия, я верю в то, Бог нам поможет. Вы видели такие анкеты? Это не обязательно для тех людей, которые хотят поступать, учиться на музыкальной факультете, этологической семинарии. Это опрос абсолютно всех вас, кто умеет петь и играть. Есть великое желание всех вас не выставить на соревнования, кто лучше умеет играть или петь, а всех вас объединить в один хор, в один оркестр, чтобы этим служением прославить Господа. Поэтому, кто желает, напишите, сдайте Виталику, и да благословит вас Господь. Приходить, учиться, быть благословенными мужьями Божьими, богобоязненными музыкантами и людьми, с которыми есть Бог. Будьте благословены. Аминь.